А дробью был заряженный наган, однако... Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала! Знаете, есть такие посетители, которые устоялись в своих знаниях, в своем опыте. Есть, можно так сказать, люди, у которых имеется какой-то свой опыт, возможно, имеются свои знания, свои наработки. Ну, большинство без знаний, без наработок. Вот мне хочется как-то, знаете, поговорить много, так сказать, излить там душу. Ну, я думаю, а зачем это надо? Ну, зачем это надо? Ну, однако мы начнем, однако мы начнем. И я хотел бы назвать вот этот видосик, это то, что вам предлагают, и то, что получается на самом деле. Это, конечно, две большие разницы. Или то, что вы думаете, и то, что получается. Итак, я написал целую книжечку про керосин, эта тема меня интересовала, и я, возможно, таки много времени потратил на ее написание. Собрал, естественно, материал, и то-то, и сет, и там, и оттуда, и отсюда, дабы для себя выяснить, как это все-таки там работает. Ну, вот, это книжку написал. Естественно, книжку я всю не надиктовал, а кое-что вот в видосике делал. Значит, про керосин разъяснение я так вот видосик сделал, и Фламинг Катт два часа назад вот такой вот комментарий сделал. «Ни одного научного объяснения. Спасибо за зомбирование населения. Народ это любит». Знаете, вот так вот. Вы знаете, а я ответил следующее. «Это не по адресу, но ваш выворд мне интересен». Вот даже, знаете, как-то такая оригинальная подача, подача, что вот ты занимаешься, можно так сказать, порчей, порчей людей, научного объяснения. Значит, для себя я сделал кое-какие там объяснения и так далее, и тому подобное. Я говорю, я целую книжку написал, но я хочу немножечко с другого начать, а потом этим закончить. Вот я совсем недавно смотрел видосик о геморрое. Там уважаемый доктор солидного возраста, знаете, вызывает расположение к себе. Он рассказывал о геморрое, что лечить геморрое надо, значит, пройти обследование. Он там, сам там проктолог, все, значит, обследовать прямого кишка, взять разного рода анализы и прочее, 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 все. Ну, а потом лечить. И вот, слушая этого доктора, я вспоминал самого себя, как я по знакомству к врачу, к специалисту, к проктологу попал. Мне вставили такую вот дугру, туда посмотрели, что там, что там, как там, ничего особо там не сказали. Выписали свечи. Свечи были, я должен сказать, очень хорошие, зажило очень быстро. Вот я так обрадовался. Ну, ты смотри, молодец, братья. И, знаете, у меня вот сейчас претензий к этому врачу нету, никаких претензий, потому что болело-то у меня. И свою проблему, свою проблему надо решать самому. Вот, через месяц у меня все это опять разболелось, как будто оно, знаете, и никакого лечения не было. Я подумал, что я недолечился. Пошел опять к этому врачу, прекрасный, по знакомству, все, знаете, не отфутболиваю. Так, так. Я буду говорить о серьезных вещах, не в серьезной манере, потому что мне это вот так вот надоело. Значит, что это, написал рецептик, я все сделал, тут недолечился. Раз, ага. Прошло все, нормально. Нормально, свечишь, естественно, ты не будешь регулярно пихать. Прошло полмесяца, то же самое. Я опять к ней. Оно, хо-хо-хо-хо, что ж такое, как же так? Непонятно, должно пройти. Ага. Тогда уже ум несколько у нее заработал по-другому. А может, у тебя запоры? А может, там что-то там делаешь не так? А может, 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 уже не следствие лечить, а уже лечить причины, устранять причины надо. И так, и сяк, поговорили, то и все, пятое, десятое. Ну, короче, еще, по-моему, я разок не сходил, то где-то три или четыре раза к ней пришел. Что, понимаете, тем более, если первый раз я обратился, потом через месяц, потом через полмесяца, потом опять где-то через полмесяца, а то еще раньше. Значит, это как-то надоело нам обоим. И врачу, и мне самому. Тулку нету, вот нету, ну, и специалист хороший, и все, и обследовал, и так сделал, и сяк сделал, но что-то не получается. Что-то не получается. В чем же проблема? Неясно и непонятно. Так я и остался с этим геморроем там потом. Значит, то есть все, пятое, десятое я там делал периодически. Больше периодически, меньше, но я капитально прошел через это. Вот. И вот после того, как я начал заниматься собственным оздоровлением, изучать свой собственный организм вначале, изучать свой собственный организм, как работает, что работает, где, что, как. кое-что начало проясняться, и потом я сделал, значит, чистку печени, и, оказывается, восстановил кровообращение, которое, ну, портальное кровообращение, то есть то, которое идет через печень. Вот. И у меня все буквально-таки как рукой сняло. Это было удивительно. Знаете, все так резко раз. О-о-о. Думаю, вот надо же, да? Оказывается, было портальное кровообращение, насколько я понимаю вот сейчас, было нарушено из-за того, что в свое время была сделана операция аппендицита. И подобная проблема не только у меня, а вот так разговаривали со знакомым. Мы говорим, да у меня тоже после того, как сделали аппендицит, геморрой возник. То есть о том, что вот научные вещи, хорошие, все они там, знаете, посмотрят и так далее, но результата, ну, вот нет почему-то и все. Почему-то нет и не хотят обращаться. Теперь немножечко очистки печени. И масса видосов мною сделана там. Были там-то такие, что, что говорят, да какие-то там камни выходят. Это реакция оливкового масла с лимонным соком. Образуются вот эти камни в кишечнике. Ничего там в печени не происходит, не идет и так далее. Что там вы делаете? Ну, знаете, вот такой возникает вопрос. Вот лично я делал эту чистку печени не для того, чтобы рассмотреть вот эти вот камни там, что там выйдет, что там не выйдет, что там такое. Я делал ее для того, чтобы за счет очищения печени, а вернее нормализации ее работы, чтобы у меня восстановилось нормальное кровообращение, венозное кровообращение. Чтобы у меня восстановились виды обмена, самые там различные, там в печени огромное количество. гормональный обмен и много-много других вещей, которые совершаются в печени. Там все идут и белковые обмены, и жировые обмены, и углеводные обмены, и так далее, и того подобного. Вот это вот, вот это мне надо было восстановить свое здоровье. Да, я слышал, что вот есть такая чистка печени. Впервые я это услышал от Юрия Андреева, что вот чистили печень так-так, а ему посоветовала бабушка Татьяна Буева. Он это изложил, так сказать, в более простом варианте. Ну, тем не менее, а я думаю, а дай-ка я попробую. Понимаете? Вот дай-ка я попробую, не вдаваясь в научный механизм. После того, как я сделал чистку печени, почувствовал эффект нормализации фигуры в том, что получилось море энергии и естественное устранение этого геморроя, который меня там мучил. Не один год, не один пяток лет даже. Мне захотелось узнать, я человек любопытный, вот знаете, любопытство в первую очередь для себя. Как это работает? Что ж там задействовано? Может быть, Рубавария, как один знакомый говорит, улучшить это можно? Я поинтересовался. Для себя я разобрал. Кстати, как и керосин я разобрал. И понял, что камушки, черная желчь мазутообразная, плюс огромное количество слизи и прочее, прочее, это уже те сопутствующие, будем говорить, материалы, которые мешают нормальной работе печени. И все эти материалы, камушки, слизь, черная желчь, застоявшаяся и прочее, 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 вот сейчас я вам говорю, все это образуется от порочного образа жизни, в который входит мышление, движение, биоритмология, распорядок дня, ночи, и, наконец-таки, питание. То есть, если манипулировать вот этими вот четырьмя составляющими, можно свой организм отладить, потому что организм, система самовосстанавливающаяся и самоочищающаяся. Но это только при условии, если вы будете вести тот образ жизни, который этому способствует, мы же ведем такой образ жизни, как там говорят, любим поесть, уже переизбыток питательных веществ, уже мы не можем столько переварить, столько вывезти и так далее. Вот я как раз, знаете, мне буквально-таки сегодня прислал, прислал мой знакомый из Дивеева. Вот что он, ну, в смысле, он приводит цитату «Пресыщение приближает к старости, притупляет чувства, омрачает мысль, ослепляет проницательность ума, наполняет тело влагами, скопляет гной, причиняет множество болезней и производит большую тяжесть и непомерную тучность». Это еще говорил святитель Иоанн Златоуст. Если мы возьмем, когда это было сказано, вот эти вот слова, берем Яндекс и вводим Иоанн Златоуст, когда он жил. Так, 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 ну-ка. «Биография и авторство». Ну, давайте в Википедии, хотя там. Так, Иоанн Златоуст, значит, около 347 года, это примерно он родился, и прожил до 407 года. Архиепископ Константинопольский, богослов и так далее. То есть, это было тогда подмечено и сказано. И если мы, естественно, не пытаемся помогать своему организму жить так, как природа ему сказала, естественно, начинается разного рода сбои, накапливаются там влаги, накапливаются вещества, которые не удалены, и начинается сначала всевозможные, так сказать, сбои, а потом уже и более серьезные болезни. Так вот, говоря о чистке печени, да, была информация, информация была, вот, как сказано, и можно этой информацией, научного объяснения о том, как работает чистка печени, не было. Выпил масло, запил, значит, этим лимонным соком, и вот, и, будем говорить, началось у тебя прослабление, и выбрасываются камушки и так далее. Как бы у человека создаётся впечатление, что вот камушки там должны выходить, камушки эти там выходят, именно там они причинают. То есть, камушки, это уже следствие порочного образа жизни, порочного образа жизни. Вот если мы будем вести его так, как надо, то особо ни камушкам, ничего там не будет образовываться. И можно, я уже говорил, манипуляцией вот этими четырьмя вещами, ещё разок-полотолю, умом, понять себя, объяснить самому себе, как устроено, как работает, и контролировать, чтобы всё это работало с помощью самодисциплины. Далее, движение, двигаться надо, мы, на мышцах. Если мы не движемся, у нас и кровообращение слабо, и лимфообращение слабо, и расход энергии слаб, нам не хочется особо кушать и так далее, и так далее. То есть, на движении там огромное количество связано. То есть, вообще, организм без движения, вы знаете, он это, дряхлеет. Зачем там двигаться? Мышцы распадаются, всё там, суставы деревенеют. Движение распорядок дня. Оказывается, вся работа наших внутренних систем и органов согласована с космическими ритмами. Смена дня и ночи, смена сезонов года, всё это желательно, крайне желательно соблюдать. Вовремя вставать, вовремя ложиться спать, во время этого там давать нагрузку, во время, допустим, ночного давать отдых. Ну, и, наконец-таки, питание. Не просто что-то там как-то есть. У нас существует определённая технология усвоения пищи. Определённая. И не просто она определённая технология, но и определённых, природой определённых веществ. Если мы это соблюдаем, тогда, да, всё нормально работает. А если не соблюдаем, смотрим рекламу, никак не можем сходить в туалет, смотрим там на часы, реклама такая интересная, либо там что-то принимаем, чтобы так слегка, так мягко прослабило, либо там клизмочку маленькую там делаем, ну, такие вот вещи сходить, не понимая при этом, что... Слушай, да ты вообще не так мыслишь, чтобы восстановить нормальный стул. Что надо сделать? Кстати, сразу же скажу, вы знаете, что я вот делаю? Я покупаю сухую хурму, и вместо сахара я, значит, делаю отвар, вернее, настой, горсточка боярышника плодов, горсточка шиповника, ну, примерно 1 четвёртая горсточки этой самой черники в термос, заливаю это примерно двумя литрами кипятка, и у меня где-то так получается 3 стакана потом такого хорошего настоя кисленького. И это я пью не с сахаром, а это с сушёной хурмой. Три хурмички. Больше, пробовал больше, не успевает организм усвоивать, начинаются газы. А зачем мне газы? Газы говорят о том, что ты начал кормить микрофлору у себя внутри. Эта микрофлора написала, накакала, отравила тебя. То есть, всё должно быть согласовано. Если газы, то в меру газы, в меру, понимаете? А не то, что ты идёшь и там как паровоз выдаёшь. Вот. Так, небольшое отступление было. Опять немножечко вернёмся. Так вот, вот эту информацию, вот это информационное поле, которое тут, оно вообще-то на всё, насчёт всего, это информационное поле, и в нём важно, знаете, разумно ко всей этой информации относиться. И далее, опираясь на свой собственный опыт, вот что ты так немножечко попробовал, уже опираясь на свой собственный опыт и на свой собственный разум, потому что вот куча там таких. А вот научное объяснение есть. Да научное объяснение огромное количество. Нам совсем недавно говорили, что сделаем вам прививочку, и вы будете здоровы. Вот смотрите, практика показывает. Одна прививочка, другая, третья, например, пример Жириновского. Сколько там? Восемь прививочек попал в больницу. Что-то тут не так научное объяснение. Какое-то оно, знаете, это самое. Вот. Значит, на две вещи. На здравый разум и на свой собственный опыт. Это очень важно. Далее. Опять возвращаемся вот к чистке этой печени. Значит, смотрите. Есть люди, которые сделали. Сделали. Значит, вот как раз Евгений Шталь. То есть тот человек, который сделал, получил, увидел, всё это дело осознал и почувствовал, он уже к этой информации, допустим, очистки печени относится совершенно по-иному. И также по-иному к вообще к организму и к оздоровлению организма. А к керосинам немножко в конце поговорим. Итак, вот что он пишет. Я специально выделил. После того, как у меня на голодании, на урине вышли зелёные маленькие камни, я полностью отмел имел эту глупость с образованием камней от масла, лимона и желчи. Ведь вообще даже тут нету ни лимона, ни масла. Урина на голодании во время цедоза становится кислой, а кислая сильно стимулирует функцию печени. Значит, у меня выходили камни из пол грецкого ореха. После этого у меня перестало колоть во время бега еще одно доказательство того, что камни не образуются из масла. Если я чувствовал, как еще я чувствовал, как в правом боку нарастало давление от крупного камня, а потом по протоку быстро проскакивал камень и давление отпускало, такие ощущения ничем не перепутаешь. Было это у меня? Было? Чувствовал? Чувствовал? И, оказывается, и у людей это и есть, да? Значит, вот он еще пишет. Доказательство. Первую чистку вышли черные ошметки и мелкие зеленые камешки. После чистки стало колоть в печени во время ходьбы и бега. А я об этом говорил после первой. Камушки сдвинулись вот так. Час вышло, часть не вышло. Во время второй чистки вышло мало камней, но очень крупных, самый большой, с пол грецких ореха. Во время чистки я чувствовал, как он выходит. Вначале было напряжение у печени, а потом вжик, я почувствовал, как он вышел из печени и желчного. После этого во время бега, пока он не прошло, я чувствовал, что во время бега я взлетаю от наполненности энергии. Второе, во время лечебного голодания на урине с прогревом печени по ночам у меня вышли мелкие зеленые камешки, никакого масла, никакого лимонного сока. То есть, человек уже сам это сделал. И таких примеров масса, это я просто отобрал, вот такой последний пример. Ну, и не буду затягивать ваше внимание, вот, про керосин и так далее. Повторю, что мне было интересно, как это работает. и вот эту информацию, вот что я с вами делюсь, это не значит, что я кого-то там зомбирую. Как нам все это рассказали, что вот этот режим, что Тосю, Пятое, Десятое разделили людей на чистых и на уколотых. Вот это зомбирование. Так вот, значит, я просто-напросто рассказываю, рассказываю об этом, что, что, как применяется, делюсь своим собственным опытом, ну, какими-то наработками пытаюсь там что-то там с научной точкой зрения объяснить. Хотя, хотя, знаете, вот касаясь теперь научной точки зрения, вот это научную точку зрения, конечно есть, как бы сказать, что такое научная точка зрения. Научная точка зрения это то, что вот этот феномен, он, знаете, повторяется при определенных условиях регулярно. Вот это уже научные доказательства того, что, допустим, это вот работает. Если что-то там не повторяется или повторяется через раз, это уже, значит, не научное объяснение, вот 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 не научное. Надо, чтобы все это повторилось. И говоря, опять-таки, о научных достижениях, вот смотрите, Илью Мечникова, наверное, вы знаете, величайшего, вот смотрите, я беру токан, чтобы, знаете, не мои слова были, я уже, так сказать, перестал это. А то, а то люди не верят, не верят и не хотят верить, что ты там говоришь, ну вот я зачитаю, так, Илья Мечникова. Кто это такой? О, даже есть вклад в биологию, ну ладно. Итак, Илья Мечников является одним из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фацитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии и воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории фагоцителы, он выдвинул и развил одну из первых концептов старения, разработал парабиотическую диету с целью обретения долгой и здоровой жизни, ввел в обращение сам термин геронтология. Так он, смотрите, как ввел термин геронтология и выдающийся ученый, все, мы будем говорить, не будем спорить, потому что не мы ему там все это присвоили, но вот, например, его теория там старения заключается в том, одна, так сказать, из его объяснений, что вот в прямой кишке образуются микробы, которые, значит, вырабатывают разного рода там продукцию и это, будем говорить, их, значит, продукты жизнедеятельности всасываются в кровь и вызывают, значит, и болезни, и, значит, вот, вызывают ранние старения. И у него было предложение, предложение, помимо того, что, допустим, пить вот эту болгарскую, значит, простоквашу, простоквашу, да, он еще предложил удалять толстый кишечник для того, чтобы жить дольше, чтобы удалить, как бы сказать, удалить причину и будете не знать старости или стариться не так раньше, как это самое. Значит, смотрите, это, это Нобелевский лауреат, вот, внесший огромный вклад в развитие микробиологии, монологии, зоологии, физиологии и других наук. Так, давайте теперь, вот смотрите, по запросу, моему запросу, толстые кишки человека излишни в нашем организме и удаление их привело бы к очень желательным результатам. Илья Мечников, 1903 год. Вот вам рекомендация, научная рекомендация Нобелевского лауреата по одному из способов продления жизни. Возможно, на то время, на то время она была и прогрессивна, но, как показала практика, практика, что толстый кишечник, нам нужен. Там делается много, много такого, что нам надо. Итак, смотрите, цитата из книги Мечникова «Этюды о природе человека», глава 4-я дисгармония в устройстве пищеварительных органов человека 1903 год. Итак, теперь уже нет ничего дерзновенного в утверждении, что не только слепая кишка со своими придатками, но даже все толстые кишки человека излишни в нашем организме, и что удаление их привело бы к очень желательным результатам. Как говорится, это научное открытие было. Далее, наука показала, что все-таки толстый кишечник нужен, и вот все, что происходит с наукой сейчас, так сказать, с наукой, которая все это нам объясняет и так далее, лет через пять, лет через пятьдесят, а то лет через сто может нам показаться дремучим, невежеством. Может такое быть? Вот я вам только привел один из этих примеров. может быть. Так, ну и наконец-таки вернемся теперь к научному объяснению применения керосина и так далее. Значит, создатель Тодикампа, Тодик, что он там сделал? Опять-таки, у него сильно болела спина. Естественно, он обращался к врачам, толку не было никакого. И вот когда его в конце концов она допекла так, что он не мог шага сделать вообще такие боли были в спине, он решил использовать народное средство. Керосин и зеленый грецкий орех. Сделать настойку зеленого грецкого ореха, вытяжку на керосин. начал применять наружно, втирать и спина прошла, отпустила и были получены им очень хорошие результаты. В дальнейшем он использовал, вернее, рекомендовал все это и хотел, чтобы его детище Тодикамп, так как он видел какие результаты достигаются положительно, чтобы его можно было продавать и в аптеках, ну короче, широко использовать медицину. Медицина, научная медицина, научная медицина, из-за того, что керосин уже никак она его не хотела ни под каким видом рассматривать, ни под каким соусом, так сказать. И Тодик говорил, вот, кто бы мне объяснил механизмы работы керосина. Ага, на чем я остановился. Так вот, он хотел узнать, как это работает. Он там связался с ученым с Волгоградского института, потому что я материал там находил. Вот как, что, что делать, тара-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, какие-то там исследования были, что-то, что-то как-то там, но в любом случае его этот рецепт Тодикама был наглухо перекрыт. И тогда, и сейчас. Хотя, хотя в народной медицине, народной медицине керосин используется на протяжении, наверное, тысяч лет. были выходы там нефти, и уже Витцена тысячу лет назад в своем каноне врачебной науки описывал керосин, что он вот так-то, вот так-то, вот так-то действует. Естественно, это не научное объяснение, а это чисто практическое объяснение. И вот когда в течение вот этих вот тысяч лет люди использовали тот же керосин, они убедились, где он может помочь, при каких заболеваниях, а где он бессилен. Вот это вот практическое, практический опыт самый оценный. Поэтому я уже много наговорил вам о так сказать о науке, о высокой науке, то, что знаете, о, это научно, научно, а потом оказывается это далеко не научно, глубоко ошибочно, а в ряде случаев является членовредительством, имейте здравый смысл и опирайтесь на свой собственный опыт. Вот это самые лучшие критерии потому, чтобы вас не зомбировал никто, а вы стояли как скала на своих убеждениях, проверенных собственными знаниями, собственным опытом и собственным разумом. и подписывайтесь